Ну что ж, по аккордам знакомой, полагаю, всем поклонникам нашей игры песенки. Понятно, что первая часть конкурса, так сказать, первым испытанием для команд будет конкурс капитанов. Капитаны находятся сейчас на сцене, и я с громадным удовольствием хочу вам их представить. Капитан команды КВН Парапапарам ГИМО Москва Иван Абрамов. Капитан команды КВН Город Пятигорск Ольга Картункова. Капитан команды сборная Камазякского края по КВН Азамат Мусагалиев. Капитан команды КВН Днепр Игорь Ласточкин. Уважаемым капитаном была поставлена задача в личном зачете подготовить монолог на тему личных достижений. Настало время узнать, у кого они какие. Итак, начнем. Первое слово Иван Абрамов. Дорогие друзья, мне кажется, личное достижение любого мужчины, помимо всего, является открыто признаться в своих страхах. Поэтому я буду играть свой капитанский на синтезаторе, потому что я боюсь тишины. И оставлять синтезатор без присмотра. Очень боюсь Аллу Пугачеву. Просто как молодой пародист, почему-то очень боюсь Аллу Парисову. Признаюсь, у меня бывали неудачные пародии, но самая неудачная пародия была в 14 лет, когда я попытался спародировать папе трезвого сына. Помню, меня папа тогда наказал, запретил смотреть телевизор, но это у всех бывало. А мы с братом, знаете, очень любили играть в «Угадай мелодию». И вот, Валдис, у меня просто давняя мечта. Вот интересно, угадаете или нет? Спасибо. I'll never let you go, Green Day. Кстати, я сейчас играю на синтезаторе для того, чтобы показать, ой, смотрите, как я им владею. Нет. А помните, в кино всегда, когда страшный момент, этот момент подзвучивается вот характерной музыкой? Помните, согласитесь, в жизни есть такие моменты, где вот эта музыка очень уместна. К примеру, ну рассчитайся за всех, мы тебе потом деньги отдадим. Или вот, следующая станция, Выхина. Или вот эта. Сынок, и кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Стилистом. Ну и, наконец, очень актуально. И соперниками сборной России на чемпионате мира по футболу становится сборная Бразилии. Сборная Испании. И Гондурас. Кстати, эту мелодию, которую я сейчас играл, это мое личное достижение. Я ее написал сам в 14 лет. Согласитесь, просто надо было как-то порадовать папу после неудачной пародии на трезвого сына. Спасибо. Конкурс с капитанов. Продолжаем о своих личных достижениях. Ольга Картункова. Абрамов, подсядь, Мусагалиба. Никто так искренне не говорит о наших достижениях, как наши школьные учителя. А КВН – это тоже школа. Вот и подошел к концу. 52-й учебный год в нашей школе. Сегодня прозвенит звонок, и вы разлетитесь. Сегодня на торжественной линейке присутствует наш директор Александр Васильевич. И наши учителя. Валдис Пельш – учитель музыки. Андрей Макаревич – учитель учителя музыки. Редкая школа может похвастаться тем, что на линейке присутствует трудовик. Спасибо, Миша Ефремов. Кстати, стул, на котором сидит Миша, он сделал сам. Юлий Гусман – учитель математики. Елена Исимбаева – учитель физкультуры. И Александр Жуков – учитель математики физкультуры. Вдвойне приятно, что на линейку пришел директор Первого канала Константин Львович Ирнст. Самых достойных выпускников знает вся страна. Это и Миша Галустян, и многие другие. Грустно звенит наш последний звонок. В школе начальной закончен урок. Слышите, слышите, звон голосов. Много мы здесь проучились часов. Простите, честно. Я вижу, что после этого стихотворения На глазах у наших учителей наворачиваются слезы. Особенно у Константина Львовича. Еще бы слушать такую ересь, Зная, сколько стоит минута эфира на Первом канале. Сегодня из самой лучшей школы российского телевидения Выпускаются Ваня Абрамов, Азамат Мусагалиев и Игорь Ласточкин. Вы спросите, кто я? Просто классная Ольга Картункова. Азамат Мусагалиев, пожалуйста. Добрый вечер. Сегодня все капитаны говорят о своих личных достижениях. К своим 29 годам у меня два личных достижения. И обе девочки. Две моих дочери. Две принцессы. Ну не то, чтобы я король. Две принцессы, я их так называю. Две маленькие женщины. И родила мне их тоже женщина. И помогает воспитывать их женщина, Которая родила мою любимую женщину. И женщина, которая родила мужчину для моей любимой женщины. Кстати, свою маму так я никогда еще не называл. А женщине много писал Пушкин. Женщину много рисовал Рубенс. И очень много материл Алексей Панин. Кстати, только что произошло историческое событие. Впервые в одной шутке встретились Пушкин, Рубенс и человек, Который мало знаком с их творчеством. Некоторые женщины, например, Ангела Меркель, Обижаются, когда их послушивают. Ну, потому что, как женщине, ей, может быть, хотелось, Чтоб за ней еще и подглядывали. И мне сейчас понятно, почему женщины живут дольше нас. Ну, должны же они хоть когда-то от нас отдыхать. Ведь мы обещаем бросить все к их ногам, Но каждый вечер пятницы бросаем к их ногам только самих себя. Ладно, это все слова. Женщины ценят нас, мужчины, за поступки. Поэтому я сейчас сделаю то, что Обещал сделать своей жене 7 лет назад, Когда начал играть в КВН. Вика, я тебя люблю. Вот, мужик сказал, мужик сделал. Пусть даже через 7 лет. Спасибо. И выслушаем Игоря Ласточкина. Пожалуйста, Игорь. Мое самое главное личное достижение – Это моя хорошая физическая форма. И сейчас я вам это продемонстрирую. Вот, видите? Вся Украина на ушах стоит, и я туда же. В таком положении я могу простоять 3 часа. Это мой рекорд, о котором вы вряд ли знали. Сегодня я хочу рассказать о других малоизвестных рекордах. О которых вы тоже вряд ли знали. Ну, к примеру. 12 тонн селедки пришлось погрузить в фуру дальнобойщика Сергеева, Чтобы отбить запах его перегара после майских праздников. Самая застенчивая подмосковная проститутка Так долго не могла признаться, кем она работает, Что дальнобойщик довез ее до Иркутска. Сто баллов набрал в караоке дагестанский абитуриент, Который хотел поступить в консерваторию. Так, на этом листочке у меня шутки закончились. Азамат, по-братски переверни листочек, пожалуйста. Осторожно. Это не по-братски, я так не вижу, пожалуйста. Вот так вот, спасибо. Давайте еще поддержим, поддержим. Спасибо. Ну и еще несколько рекордов. Четыре раза толпа вызывала на бис-группу комбинация, Прежде чем удалось попасть в солистку пластиковой бутылкой. Пять ключевых поворотов сюжета и четыре смерти Пришлось пережить слушателям во время свадебного тоста Бориса Акунина. Ну и, наконец, 38 попугаев. Такова длина тормозного пути фуры в Африке. В конце мне хочется сказать, что мне на самом деле все равно, какие баллы сегодня поставят нашей команде. Можете ставить даже двойки. В таком положении я буду видеть совсем другие оценки. Спасибо. Спасибо капитанам за демонстрацию своих личных достижений. Сейчас с помощью уважаемого жюри мы выясним, кто из них был веселее, кто находчивее. А кто, взяв 0,7 балла с собой, покинет сейчас эту сцену после первого этапа? Пожалуйста, Константин Львович. Азамат, увы. 0,7 балла. Азамат Мусагалиев. Камазяки. Спасибо. Продолжим. Для следующего этапа я прошу капитанам воссоединиться со своими командами. Пожалуйста, команды. Друзья мои, вторым этапом многоборья будет один из самых классических КВНовских конкурсов. Разминка. Вопрос со своим ответом. Давайте к ней и перейдем. Команды, начинаем. Прошу. Днепр. Какие загадки до сих пор остаются неразгаданными? Повторяй. Какие загадки до сих пор остаются неразгаданными? Я ухожу из КВН и так до сих пор не знаю, что ты чувствуешь ко мне. Страх. Правильный ответ. Своя версия, да? Смешная. Итак, своя версия. Какие загадки до сих пор остаются неразгаданными? На концерте Тимати рецидивист Сиплый три часа молча смотрел на певца, но так и не понял, где тот сидел, за что мотал и какой он масти. Хорошо, спасибо. Двигаемся дальше. Пара по парам. Вопрос. Вопрос. Понимаю, что жюри от этого далеко, но все же. В метро появились автоматы, которые выдают билет за 30 приседаний. Вопрос. А как еще спорт помогает в жизни? Есть варианты ответа. Повторяй вопрос. Иван. Понимаю, что жюри от этого далеко, но все же в метро появились автоматы, которые выдают билеты за 30 приседаний. Вопрос. А как еще спорт помогает в жизни? Ну вот я до разминки дошел. Логично. Логично. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще вариант. В метро появились автоматы, которые выдают билет за 30 приседаний. Вопрос. А как еще спорт помогает в жизни? Ваня, мне 36 лет. Из них 12 я вешу 130 килограмм. У меня двое детей. Я носусь как лошадь. Не помогает мне спорт. Понимаешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Свой вариант. А как еще спорт помогает в жизни? Друзья, каждому по-разному. Вот, например, когда в машине Николая Валуева садится аккумулятор, он его достает, покусывает и проезжает еще 300 километров. Спасибо. Пятигорск. Ваш вопрос. В России есть традиция раз в 34 года проводить Олимпиаду. А в Пятигорске раз в 10 лет становиться чемпионом высшей лиги КВН. А на что вы раскатали губу? В России есть традиция раз в 34 года проводить Олимпиаду. А в Пятигорске раз в 10 лет становиться чемпионом высшей лиги КВН. А на что вы раскатали губу? Вообще, если губа раскатывается, то вам, ребят, ко мне. В России есть традиция раз в 34 года проводить Олимпиаду. А в Пятигорске раз в 10 лет становиться чемпионом высшей лиги КВН. А на что вы раскатали губу? Украина раскатала губу, но пока не понимает, в какую сторону. Свой ответ. На что мы раскатали губу? Да, мы в принципе ни на что не раскатывали. Нам главное, чтобы традиции чтили и все. Хорошо, спасибо. Ну что, и вновь я обращаюсь к жюри на кону этого этапа 0,8 балла. Кто заберет эти 0,8 и покинет сцену? Жюри отдает 0,8 балла. Оль, прости. Третьим этапом будет биатлон. Дуэль. Пожалуйста. Поехали, биатлон. Перегар именинника был настолько сильным, что задувание свечей на торте превратилось еще и в фаер-шоу. Еще. Буфетчица школьной столовой не помнит, какой из подбородков у нее первый. Еще. Выйти из леса Федору Конюхову всегда помогает мох. Если на теле Федора начинает появляться мох, значит пора выходить из леса. Спасибо. Иван. Гаишник так и не нашел к чему придраться, поэтому достал пистолет и попросил отдать деньги. Еще. На концерте Николай Басков вошел в кураж и не заметил, как начал целовать свои руки. И еще. Объявление в зоопарке. Уважаемые обезьяны, до вас это дойдет быстрее, не ешьте у людей с рук. Спасибо. Ну что, уважаемые судьи? Круг. Шудим дальше. Круг. Игорь Николаев отказался выплачивать кредит в банке, и у него на это пять причин. Иван. Виктор понял, что его посадят, когда его адвокат начал с фразы, ну и что, что он ворует. И что? Победил Днепр. Днепр один балл, 0,9 балла, пора по парам.